Сколько есть разных профессий на свете, но рассказать я хочу об одной. Кто так печется о маленьких детях, люди, которым неведом покоя. Все они могут, все им под силу, людям с широкой, доброй душой. Я горжусь, что я воспитатель. Свою профессию я выбрала неосознанно, но вошла в нее сознательно. Еще в детстве, побывав в родильном отделении, где работает моя мама, и, видя малышей, нежно сопевших в своих кроватках, я спросила у нее, что же дальше с ними будет. Она сказала, а дальше, доченька моя, они повзрослеют и пойдут в детский садик. И уже, наверное, тогда я поняла, что хочу быть воспитателем. Выбор мой длится 19 лет. Свою группу назвала я «Солнышко», потому что дети – источник тепла, любви и нежности для своих мам. Каждый день, готовясь к встрече со своими ребятами, я стараюсь организовать жизнь и деятельность каждого доверенного мне малыша так, чтобы ему было удобно, уютно, чтобы он совершенствовался и развивался. Воспитатель – это не профессия, не занимаемая должность. Воспитатель для меня – это жизнь. Я люблю детей, и ради них стараюсь идти в ногу со временем. Учу их всему тому, что им по жизни пригодится. Быть сильным и смелым, защищать слабых, уважать старших, любить свою малую родину и великую Россию, учить их доброте и послушанию. Я – актриса многих ролей, но главная роль – замещать матерей. Воспитатель – это такая сложная, но интересная работа. Нет, даже не работа, а призвание. Ведь когда речь идет о детях, надо добросовестно относиться к делу. Именно такой является воспитатель старшей группы «Солнышко Кашхапльского детсада» Светлана Кунова. Вот уже на протяжении нескольких лет она выпускает в школу смышленных и талантливых деток. Ее добросовестный труд не остается без внимания. Она принимает участие во всероссийских конкурсах. Недавно заняла второе место в конкурсе «Воспитатель года-2017». Мы посетили ее занятия и сами убедились в том, насколько она привязана к детям, как и находит индивидуальный подход к каждому ребенку. На верхнюю полосу положите мне 10 зеленых кружочков, а на нижнюю – желтых кружочков 9. Ложим слева направо. Положите, положите, положите. Зеленые у вас нет, значит они все разные. Ложи голубой. Давайте положите тогда любого цвета, каких вы хотите, кружочков на верхнюю полоску 9. А на нижнюю полоску, тогда квадратика, какого цвета вам нравится больше? Это больше. Больше зеленых кружочков? Или желтых квадратика? Зеленых. Зеленых. Зеленых кружочков больше, чем желтых квадратика. Алиночка, а ты сколько положила зеленых кружочков? 10. Всего? Всего 10 кружочков. А желтеньких? 9. Всего 9 кружочков. Так, где у тебя больше зеленых кружочков или желтых? Зеленых. Зеленых. Зеленых кружочков больше, чем желтых. А на сколько у тебя больше? На 1 кружочков. Что можно сделать, чтобы их было полным? Убрать 1 зеленый. Убери. Сколько у тебя получилось? 9. Всего? Всего 9 кружочков. А желтых? Всего 9 кружочков. И какое мы слово должны сказать математическое? Поробную. Поробную. Молодец. Это ты одним способом сделала. А другим способом как можно еще поробную сделать? Можно пробавить. Можно не убрать, а прибавить. Молодцы. Хорошо. Девочка подошла, сорвала 2 вишенки. Сколько осталось на дереве вишенок? 5. Было 7. Стало 5. Сколько вишенек сорвали? 2. 2 вишни сорвали. Молодцы. Посмотрите. На веточке сидело 13 птичек. Из них 5 птичек улетело. Сколько птичек осталось на веточках? 8. Арина? 8. Всего? Всего 8 птичек. Нравится ли тебе в детском саду и готова ли ты уже в школу? Мне нравится ходить в садик. Я уже готова к школе. Светлана, скорее, мне очень нравится. У нас очень хороший воспитатель. Она всегда упускает нас на улицу. Всегда дает смотреть нам телевизор. Дает нам игрушки. Как проводит занятия, расскажи. Очень хорошо. Нравится тебе? Угу. Садик мне очень нравится. Садик мой очень лучший. Друг Иросин тоже. Асхат и еще Дамир. Я хочу пойти в школу. Учиться там. Теперь Светлана Конова будет представлять наш район на республиканском уровне. Нам остается ей пожелать дальнейших творческих успехов.